У нас в гостях Наталья Марова, retail.ru. Наталья, что сегодня, какие мероприятия и обсуждение каких вопросов сегодня затрагивалось в рамках выставки CPM? На CPM стартовал Russian Fashion Retail Forum. Мы первый день модерируем, первый день помогали собирать экспертов для выступлений. По большому счету на каждой выставке мы об одном и том же. Про эффективность магазинов, про то, как можно зарабатывать больше на имеющемся трафике. И мы затрагивали как вопросы про тренды, так и про автоматизацию, так и про маркетинг. Сейчас у нас уже завершающее выступление идет. То, что людям приходят учиться, это факт. И вопрос только в том, насколько они будут ожидать от этих выступлений волшебной таблетки или все-таки будут реализовывать. Тут, кстати, это тот вопрос, который сложно нам проследить и понять, как в итоге будет. Хотя по обратной связи, когда мы встречаемся с людьми повторно, мы понимаем, что какие-то выступления все-таки подвигли их на какие-то достижения новые. Какие вот сегодня спикеры привлекли больше внимания аудитории? И какой вопрос они обсуждали? Ну, сегодня наибольшую аудиторию собрала Ирина Борисова. Так только что выступала Екатерина Елисеева, тоже очень такое внимание большого аудитории. И везде это практические вопросы. При этом надо понимать, что некоторые сложные вопросы типа той же автоматизации. Кто-то внимательно следит и фотографирует слайды и в дальнейшем какие-то вопросы задает спикеру. Кто-то, видя, что там опять схемы пошли, уже уходят. Ну, такое тоже бывает. Вообще, на самом деле, у меня сегодня в течение ведения дня неоднократно были отсылы к недавнему мероприятию, которое мы отработали в Диссельдорфе на Еврошопе. Вы знаете, так же и на стендах, когда гуляешь. Кто-то ищет новые, кто-то ищет абсолютно новые тренды и абсолютно новые какие-то технологии, а кто-то с большим удовольствием просто ходит по тем павильонам, которые создают, ну, дают какие-то идеи, какие-то, ну, для нового, скажем так, формата магазинов. Вот. И надо все-таки понимать, что пока у вас не налажена база, пока не налажена, ну, я не знаю, магазины грязные, простите, о чем будем, о каких новых технологиях мы должны говорить. Если у вас продавцы не умеют продавать, да хоть того больше мы занимаемся созданием трафика, ну, не будет результата, не будет результата, не будет продаж, можно хоть того круче поставить оборудование, хоть того лучше IT-систему настроить, то если у вас не будет товара на полке, извините, результата тоже не будет. Поэтому можно очень много говорить о новых технологиях, можно много посещать мероприятий, но давайте все-таки думать о том, что базис тоже нужно создавать кому-то, и это в любом случае не эксперты и не спикеры, которые здесь сейчас выступают. Поэтому тут такой момент, я только об этом всегда мечтаю, чтобы люди приходили, когда у них действительно уже появились те вопросы, которые нужно вновь поднимать, потому что не хватает своих экспертиз и своих каких-то базовых задач. Поэтому очень актуально у тех, у кого офлайн-магазин, послушайте именно выступление Ирины Борисовой, она как раз говорила про нейромаркетинг, вот именно в точку. Наталья, а что нас ожидает в оставшиеся дни ACPM? Ну, второй день мы не модерируем, я не всю программу, к сожалению, знаю. Знаю, что в третьем дне мы начнем с очень больного вопроса, это маркировка. В очередной раз мы эту тему поднимаем на данном мероприятии, будет дискуссия с трех сторон. То есть у нас будет представитель от Честного знака, который как раз занимается подготовкой старта маркировки одежды. Со стороны 1С у нас будет выступать Малаканова Валерия, которая замечательно ориентируется в этом вопросе и изучает все вопросы, все технические документации по маркировке. И со стороны Best Logistics также будут представители, которые как раз сложную задачу импорта одежды из-за рубежа и правильных процессов настройки. Эти маркировки они как раз отрабатывают и смогут подсказать свои инструменты, как можно эту историю пройти. Поэтому если вас эта тема интересует, если вы занимаетесь, если понимаете, что вам нужно что-то по маркировке прорабатывать, приходите, вы сможете экспертам задать свои вопросы. Также в седьмом павильоне, зал 7.1, мы начнем в 11 часов. Это будет завтра? Это будет в среду, 26 февраля. В среду, 26 февраля. С нами была Наталья Марова, спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok